Всех рада вас видеть. Слава Богу, что мы вместе опять. В это время, в какое мы живем с вами, мы должны радоваться каждой секунде, что мы вот так собрались, что мы вот так вместе, чтобы хранить нас. Слава Богу, правда? Он очень хороший отец, правда? Слава Богу за него. И вот как хороший отец и очень любящий нас, он нас воспитывает. Я думаю, те родители, которые не воспитывают своих детей, они не очень хорошие родители. Я не думаю, что они настолько осознают все, что взращивают будущее поколение. Поэтому относятся равнодушно к их воспитанию. Но наш отец не относится равнодушно к нашему воспитанию. Ему очень важно, чтобы мы состоялись для царства. Поэтому мы с вами будем продолжать учиться. Сегодня опять хочу обратиться к Еремии. Помните, мы Еремию разбирали в прошлый раз, да? Немножко продолжим, хотя тема будет чуть-чуть другой. Это 23 глава, 18 стих. Как-то Бог просто обратил мое внимание под такие слова. «Ибо кто стоял в Совете Господа?» И видел и слышал Слово Его. Кто внимал Слово Его и услышал? Вы знаете, Он обращался к пророкам. Не к простому народу даже, а к пророкам. И вот эти слова меня кольнули. Кто стоял в Совете? Господа, чтобы видеть и слышать, что Он хочет творить. Это обличительное слово было у Еремии, которым Бог хотел показать, что Он не совсем в Совете. И что каждый пророчествующий имеет ответственность о том, что Он говорит и что пророчествует. Чему Он учит народ? Наставляет, как Он ведет народ. И Бог обращается к ним и говорит, что ни один из них не стоит в Совете с Ним. Или же не состоит с Ним в Совете для того, чтобы Ему знать волю Бога. Чтобы знать, что Бог хочет для этого народа. Итак, что значит состоять в Совете? С Богом. Вы понимаете, даже как говорится с Богом? Все ли могут состоять в Совете с Ним? Я думаю, не все. Он не всех впускает в Свой Совет. Представляете, что было бы, если бы все были у Него в Совете? И здесь не все мы во правительстве, правда? Не все мы можем сказать, как надо поступить и что нужно решение какое принять. Но те, которые в Совете с Господом, это те, которых Он впускает в Своё сердце. сердце Бога — это то место, где рождаются Его мысли. Рождается Его воля. И об этом Иисус говорит, извините, об этом говорится, что Иисус был советник. Я давно задумывалась, почему Он назван советник? Ведь это очень интересное слово, правда? Бог считается с Ним, Он советник. Как сказано, чудный, советник, Бог крепкий. Отец Вечности, Князь Мира. Итак, что такое советник? Советник — это то, с чьим мнением считается. Кто? Сам Бог. Представляете, какая честь, да? Чьи молитвы Он слышит. Мы с вами читаем в Библии, что не все молитвы Он слышит. Он говорит, сделаю как медное небо, не буду слушать вас. Потому что живете неправильно. Не всех молитвы Он слышит. Мы с вами знаем пример Каина и Авеля. Даже жертва молитвенная, можно сказать, не была принята. Сделилась по земле и все. Итак, советник — это чье мнение Бога интересует. Чьи молитвы имеют вес. Чьи просьбы, чьи мольбы Бог слышит и прислушивается. Советник — это тот, кому Бог открывает свои намерения. С кем Он в собрании решает, как поступить. Вы можете себе такое представить? Открывает свои намерения, кто присутствует в этом собрании ангелов. Как говорится про Моисея, когда Он принимал вот эти заповеди, десять заповедей. Здесь говорится, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим Ему на горе Синае и с отцами нашими, который принял живые слова Чтова передать нам. Если мы рассматриваем Моисея, то мы видим, как Бог считался с его мнением. И Моисей советовал Богу. Это удивительно. Когда народ Божий, помните, запутался, когда народ Божий сделал тельца золотого, да? Когда люди от Бога вступили и создали золотую кафе, и Бог хотел просто этот народ весь убрать, уничтожить. Моисей заступился. Он слышал намерения Бога и заступился в то время, как народ ничего не ожидал, ничего не слышал, себя просто танцевал. Бог решает их истребить, а они веселятся. Скажите, не похоже на сегодняшние дни. Как похоже? Ничего не меняется. Артисты те же, да? Сцены меняются, артисты те же. Я вот прочитаю вам. Итак, Бог говорит Моисею. Знаете, когда я эти слова читаю, я думаю, да вообще мог не считаться, просто взять и сделать. Но что такое советник, как Бог с тобой считается и поставил тебя советником, Он с тобой разговаривает. не просто сделай, а разговаривает. И говорит Моисею, Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего и сказал, да не воспламенится Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской. Силою великой, рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Смотрите, Моисей говорит Богу, отврати пламень гнева твой и отмени погубление народа твоего. Смотрите, Моисей говорит Богу, вспомни Авраама Исаака Израиля Якова рабов твоих которым клялся ты собою говоря умножаю умножу семя вашим как звезды небесные и всю землю сию о которой я сказал дам семени вашему и будут владеть ею вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Вот что значит советник. Захотел Бог и сделал и ни с кем не считается. Но есть те, с кем Он считается. И Моисей был один из советников, с кем Бог считался и сказал, что за намерение у него сейчас. И прислушался к словам Моисея и отменил. Представляете? Народ в это время ни о чем не подозревал. Вот так же говорит и пророк Амос, что Бог открывает свои намерения не всем, но своим рабам-пророкам, я вам скажу тем, которые стоят в совете с ним. Амос 3, 7, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам-своим пророкам. Ничего не делает, если не откроет рабам-своим пророкам. Его истинным пророкам. Не тем, которые себя считают пророками. Которые называют себя пророками. Которые его имя употребляют для пророчества. Своим пророкам. которые в Совете с Ним, как было сказано, кто стоял в Совете? Из тех пророков только один Еремий. А они просто пророчествовали. Брали имя Бога и пророчествовали. Но Бог их не посылал. Вы посмотрите, что в мире творится сейчас, в христианском мире. И иногда слушаешь такие противоречивые пророчества. Думаешь, Боже мой! Что происходит? Кого слушать? Кто говорит от имени Бога? Все. А как трудно найти того, который в Совете с Богом состоит. Которому Бог открыл свои намерения и свое сердце. Еще один пример Авраам. И он тоже состоял в Совете с Богом. Поэтому Бог его назвал Другом. Это высокое звание. Посмотрите, как сказано Бытие 18, 17. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? Утаю ли? Он намеревался уничтожить Содом и Гоморра, помните, да? Зачем он пришел к Аврааму? Вот так подумайте вы. Вы не задумывались? Зачем ему это было надо? Взял бы и уничтожил Содом и Гоморра. Нет. Он послал своих послов к Аврааму сказать, я намереваюсь. Что? Бог не намеревался спасти Лот, а намеревался. Но он считается с тем, кто у него в Совете. И мы что видим с вами? Что начал Авраам торговаться с Богом, да? И Авраам стал такую возможность. Он стал говорить, а есть ли столько человек? А есть ли столько? Он говорит, даже из-за десяти не уничтожен. Но и тех не нашли. Поэтому только семья Лота. Мы показываем, что такое быть в Совете с Богом. Это статус. Это статус, когда не просто Он твой друг. Бог для всех для нас друг, правда? Но мы, друзья ли для Него? Все ли для Него друзья? Всех ли Он называет? Это мой друг. Вот это вопрос. Быть в Совете с Господом, это быть в единстве с Его мыслями. Это называется единомышленники. Собрались, вот собрание, единомышленники. Одни мысли, одна воля. У нас тоже есть Совет. Можно сказать, Совет старейшин, да? Лидеры. Мы в Совете. Мы решаем вместе. Мы прислушиваемся к мнению друг друга, потому что мы в Совете. Вот что такое Совет, понимаете? Мы в одном движении, мы в единстве. это очень доверительные отношения. И представляете, иметь такие доверительные отношения с Богом. Это в первую очередь, когда Бог тебе доверяет. Мы-то Ему доверяем. Но это доверительные отношения со стороны Бога. Когда Он говорит, ты советник. Я взял тебя в Свой Совет. И Давид пишет о другом Совете. Мы с вами знаем, что в этом мире есть другие Советы. Это Советы нечестивых, которые многое решают против нас, а не за нас. И они тоже, люди тоже состоят в Совете. И принимают решения нечестивые. Эти решения потом губят, потом, что творится в этих Советах? Но как люди гордятся, что они в этом Совете? Что их туда призвали? А что говорит об этом послание, вот это Псалмы? Первое 1-2. Говорится, блажен муж, который не ходит на Совет нечестивых. И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет он день и ночь. И так можно входить в другой Совет. В Совет развратителей. Наслаждаться почестями. И при этом быть потом осужденным вместе с этим развращенным миром. Бог говорит через пророков. И говорит через Еремию. Очень интересные слова. Иеремия 23-18. Ибо кто стоял в Совете с Господом? И видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и слышал, чтобы потом пророчествовать? А Еремий состоял. Он состоял, поэтому он слышал и говорил с Богом. Ему Бог открыл Свои намерения, тайные мысли. Он раскрыл, что Он собирается сделать с этим народом и говорил «Пойди, предупреди». Но в это же самое время множество пророков говорили обратное. И посмотрите, что говорит Бог в Еремии 23-1-22. Бог говорит «Я не посылал». Пророков всех я не посылал. Они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в Моем Совете, вот послушайте, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути и от злых дел. Вы знаете, это самые истинные слова, когда Бог хочет отвести нас от неправильного пути, обличительный. Когда говорится, что Бог пошлет Духа Святого, то Он будет наставлять на путь истины. и обличит и напомнит о суде. Вы слышите, это Бог. И тут явно говорится, что Еремия состоял в Совете. Поэтому Бог через него говорит, обличает народ. А эти пророки только ласкали слух. Они не знали намерения Бога, не верили даже в это. Каждый, кто состоит в Совете с Господом, знает истинное положение вещей. Знает время, какое надвигаются события, знает мнение Бога относительно происходящего с народами, с церквями, с народом Божьим. Знает почему Он в Совете. А где Совет происходит? В сердце Бога, где рождаются мысли и намерения. Вот они истинные ходатай. Те, которые в Совете с Богом, они не могут ходатайствовать. Как я вам примеры показал, они могут остановить надвигающийся гнев Божий, попросить нет. Оставь этого человека еще, оставь эту церковь еще. Могут отложить кару на время. Или же могут наоборот допустить кару для покаяния. Мы знаем, как Павел делал. Сказал, отдаю тело. Все это нет. чтобы душу спасти. Это не его желание, но это желание Бога. Могут приблизить время, чтобы сократить бедствие. Те, которые в Совете с Богом. Понимаете, Бог прислушивается, потому что Он взял тебя в Совет. Он хочет, чтобы ты участвовал. И они знают сердце Бога. Они чувствуют боли, Божьего сердца. Как сказал мне однажды Господь, я ищу тех, которые будут плакать со мною. Плакать со мною. Радуются многие. Он хочет, чтобы плакались. Зачем? За народ, который грешит, который вроде как христиане, такими не являются. Надо знать его боли, когда он плачет и когда он радуется. Но ты не можешь этого знать, если ты не в совете с ним. Ты можешь не вовремя посмеяться и не вовремя заплакать. А вы знаете, что иногда, даже когда случаются бедствия, и плакать не надо. Вы это знаете вообще? Вспомните Ветхий Завет, когда у священника погибли два сына, огнем были сожжены. А что сказал Бог? Не вздумай плакать по ним. Почему? Потому что если ты будешь плакать по этим грешникам, безбожникам хочется сказать, значит, ты судишь Бога. Понимаете, как все серьезно? Кто знает Бога настолько, чтобы это понимать? Я покажу вам на примере со смоковницей, как Иисус Христос сказал, что есть те, которые состоят в Совете и кого Бог слушает. Лука 13, 6-9. Разве он просто так сказал эту притчу? И сказал он притчу сил. «Некто имел виноградники в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел и сказал виноградарю «Слушайте, виноградарю сказал, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее». На что она землю занимает? Но виноградарь он сказал ему в ответ «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? если же нет, то в следующий год срубишь ее». Кому ты командуешь? Иисус рассказал эту притчу. И Он сказал это притча о чем? О Царстве Божьем. Надо уметь царствовать с Богом вместе, но для этого надо быть в Его совете. Разве Он всех подряд будет слушать? Но Его Он послушал? И смоковница осталась еще на год. Бог показал, что есть те, которые с Ним в Совете, которые могут Богу сказать «Оставь еще на год, еще дай время». Понимаете? Он показал, что можно иметь с Богом такие отношения, что возможно войти в Его Совет. Еще хочется мне обратить внимание на пророчество Иеремии, как Бог обличал тех пророков, которые не стоят в Совете, но обманывают народ. Посмотрите, как говорится «Я слышал, что говорят пророки Мои Моим именем». «Пророчествующий ложь». Они говорят «Мне снилось, мне снилось». «Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь?» «Пророчествующий обман своего сердца». Это из сердца от души. Это их мечты. Смотрите, думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего? На эти слова немножко обратите внимание, мы к ним вернемся. Посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы забыли Мое забыли имя Мое из-за пророк, который видел сон, пусть рассказывает ее как сон. А у которого Мое Слово, тут тот пусть говорит Слово Мое верно. И дальше очень интересно говорит, что общего? У мякины с чистым зерном. Переживал, перетер и рассказал. Что общего? С чистым зерном. Говорит Господь. Слово Мое не подобно ли огню? Обращайте внимание на каждое слово. Какое Слово Бога? Огонь прожигает. Говорит Господь. И не подобно ли молоту разбивающему скалу? Вот какое Слово Бога. не мякина, который все кто-то пожевал уже. Это огонь. Это молот. Разбивает все твердыни. Проникает во внутренности. Разделяет. Это Слово Бога, которое мало кто любит. Больше любят мякины. И мне снилось моя мечта и выдают. Все будет хорошо. А как Бог разгневан. на этих пророков, которые берут на себя ответственность говорить, Бог сказал, называть это Словом Бога. Но к чему это приводит? Что слушающие совершенно перестают понимать, кто есть Бог, какой Он на самом деле. Как сказал Бог, думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих. То есть они творят такое, что посредством их мечты о Боге одна благодать, одна милость, одно прощение. человек полностью потерял видимость живого Бога. Они этими пророчествами образ Бога настолько изменили, настолько превратили, что Он абсолютно извратился. Это не тот Бог. Сегодня христианство преподносит не того Бога. Я даже не знаю, кому они поклоняются, не того Бога. Бога, которого знали в Ветхом Завете, перед которым трепетали. Бога, которого знал Новый Завет во времена апостолов, который описывается в Деяниях, они не преподносят. Это другой Бог. Я не знаю, откуда они его взяли. Это другой Бог. Страх Божий потерян, а с ним извините и мудрость. Потому что страх Божий это начало мудрости. Вот и гнев Божий. И на этих пророков, и на тех, которые попали под это влияние. Он совершенно справедливый. На пророках таких совершенно, на таких учителей гнев Божий совершенно справедливый. Потому что они привели народ до забвения. Образ Бога потерян. И когда говоришь об истинном Боге, каков Он есть, не хотят слышать, не хотят такого Бога принимать. А когда станете перед таким живым Богом, каков Он есть на самом деле, тогда что? Их обещания, их вот эти цены, мечты, и видения все ложные. Они привлекают безмятежной жизни. Вместо того, чтобы предупреждать о судах, которые грядут, так кто ж пророк? Кому верить? Бог говорит, вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, и говорят, Он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами. И обольщение, тогда как я не посылал их, не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу Своему, говорит Господь, Никакой пользы. Никакой пользы, понимаете? Еремя, который все время привлекал народ к покаянию, к оставлению грехов, предупреждал о том, что гребет суд, если вы не покаетесь, который хорошо знал намерение Бога, Бог ему открывал намерение свое, я приду и все. Его не хотели слушать. Вот смотрите, пасхор, священник, в то время, когда Еремя зашел в храм и говорил об этом, священник ударил его по щеке, посадил его в колоду, за что? За слово Божье, потому что те пророки говорили приятнее, а этот говорил, что будет разорение, что Бог погубит, покайтесь, даже слова «бремя от Господа» превратилось в насмешку, что там, какое «бремя от Господа» и смеялись над пророком, представляете, раньше говорили, когда «бремя от Господа», все боялись, если пророк приходил, настоящий пророк, и говорил «бремя от Господа», «бремя — это тяжесть», значит, пришло тяжелое слово от Господа, а в последние дни вот там превратилось в насмешку и насмеивались. Такое еще Еремя скажет. Пророки всегда говорили «бремя от Господа» раньше, но во время Еремии уже это постихонечку потихонечку настолько исказилось, настолько стали насмехаться, что Бог даже запретил говорить эти слова. Представляете, Бог запретил. Он говорит, если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им «какое бремя?» спрашиваете, да? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет «бремя от Господа», я накажу того человека и дом его, так говорите друг другу брат брату, что ответил Господь? «Или что сказал Господь, но не говори бремя?» Оттого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слово живого Бога. Господа Саваофа, Бога нашего, так говори пророку, что ответил тебе Господь или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь, за то, что вы говорите слова сии, бремя от Господа, тогда как я посыла сказать вам «не говори», бремя от Господа, зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас и город сей, который я дал вам и отцам вашим. отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Когда народ Божий вот так непослушен, он становится для Бога бременем. то есть народ становится для Бога тяжелым. Помните, как в другом месте говорится, что веселятся и приносят жертвы. Не могу уже эти жертвы приносят. Творят беззаконие и жертвы приносят. Беззаконие и жертвы приносят. Бог говорит «не могу больше». «Не могу, мне уже тяжело». Бремя. Теперь народ стал для Бога бременем тяжестью. Поэтому он говорит «если кто-то еще так скажет, вот эта тяжесть ляжет на него и на дом его». Итак, пророки могут оказывается пророчествовать ложное. Не от Божьего Духа. Если они не состоят с Богом в Совете, не всем надо верить. Если они не живут перед лицом Бога, не ходят и не живут пред Господом, не слушайте. Потому что они не состоят в Совете. Они свои мечты, свои эти сны выдают. Вот почему Иоанн, апостол, предупреждает «не всякому Духу верьте». Возлюбленный, не всякому Духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Иисус предупреждает о том же, что есть лжепророки. А как их распознать? Очень легко. Я вам скажу, написано по плодам. А что такое по плодам? По жизни, как они живут. Иисус сказал об этом. посмотрите, как он интересно сказал. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. И тут же продолжил «берегитесь лжепророка». Вы слышите связь? С чем он связал лжепророчество? С широким путем. Да? То, что хочется услышать человеку. Обещают много. Но он говорит, тесны врата и узок путь, ведущие в жизни. Немногие находят. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете. Не по слабам, а по плодам узнаете. Собирают ли терновник с винограда или серепейника с моквой? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. И мы с вами знаем, что из своих учеников он назвал как? Друзьями. Почему? Потому что он стал открывать свое сердце, открывать свои намерения. А почему? Потому что они пошли за ним узким путем, избрали этот путь. Только крест взяли, да, и все остальное оставили, и пошли за ним. А куда эта дорога ведет? Не скажете. Мы говорим на Голгофу. А я вам скажу в сердце Бога. Этот путь ведет сердце Бога. Потому что Иисус в сердце у Бога. Это его Сын Единоградный. Если мы хотим следовать за Иисусом, мы попадем в сердце Бога. Как сказал Иисус, где я, там я не буду. Кто? Те, которые следуют за Ним. Так что мои дорогие, есть путь для того, чтобы быть в сердце у Бога. И надо разбираться и испытывать духов. От Бога ли они? Не всякому Духу верьте. Сейчас много читаете, много слушаете. Не всякому Духу верьте. Но я вам скажу те, которые любят Бога, которые в совете с Ним. Они не могут говорить против Божьего откровения Иоанна. Они не могут говорить против того, чтобы вас исправить, вас изменить. Повести вас на узкий путь и в узкие врата вводить. Те, которые предлагают вам широкие ворота, это не от Бога. Те, которые расширяют для вас пути, это не от Бога. Понимаете? Я вас благословляю на то, чтобы вы разбирались. Мне очень хочется, чтобы эти слова врезались в вас. А если у вас еще сгорится душа и захотите быть в совете с Господом, я думаю, Бог скажет, you're welcome, но только узенькие ворота и узкий путь. Только вот так вот. Субтитры субтитры